Нефтяные доходы предлагают отдать под контроль общество. Если раньше с таким девизом выступала казахстанская позиция, то теперь этот клич звучит из уст чиновников. Вот только делиться этими деньгами со своим народом власть поддержающие пока не собираются. Почему, выяснял Булат Абилкасимов. Казахстанский народ – собственник недр. Об этом вспомнили власти. За круглым столом в столичном филиале правящей партии чиновники заявили, сограждане должны быть уверены в том, что платежи добывающих компаний поступают в распоряжение государства в полном объеме и в соответствии с условиями контрактов. Вслед за оппозицией они предлагают обеспечить доступ общественности к информации о доходах и расходах нефтекомпаний. А вот известные ученые и лауреаты Нобелевской премии пошли дальше. Во время Астанинского экономического форума американский эксперт Эдвард Прескотт предложил казахстанскому правительству раздать деньги, полученные от добычи нефти, народу. Вы можете использовать часть денег, которую вы получаете за нефть и перечислять какую-то часть, какую-то долю этих денег на депозиты каждого казахстанца. И тогда ваш народ сможет инвестировать в свой капитал. Но заявление авторитетного иностранного экономиста у казахстанских законодателей поддержки не нашло. Они уверены, гораздо эффективнее продолжать размещать нефтедоллары в национальном фонде и уже оттуда направлять на развитие экономики и индустриализацию. Простые люди, по словам парламентариев, распорядиться с толком деньгами не сумеют. В итоге, говорят они, казна окажется пустой и бороться с кризисами Казахстан будет не в состоянии. Если человек патерналист, ему просто дать в руки, он просто может прогулять их. И в конце концов мы останемся без запасов на будущее и останемся без экономики. А просто будем проживать эти деньги. Такой подход давно себя не оправдывает, возражают аналитики. Деньги из нацфонда расходуются неэффективно. Они напоминают о разгромных отчетах счетного комитета. Тот в пух и прах раскритиковал работу большинства программ, финансируемых Самрук Казыной. А потому предложение Нобелевского лауреата выглядит достаточно привлекательным. Средства нацфонда не должны лежать ценные бумаги в других странах. Или превращаться в доллар или еще во что-то. То есть работать на чужую экономику. Они должны работать на самих экономику. Пока депутаты заботливо оберегают средства, полученные от продажи народных недр, сами казахстанцы недоумевают. Отчего их избранники столь низкого мнения о собственном народе. В ходе мини-опроса столичные жители в большинстве своем отвечали. Это можелесмены, может, и прогуляли бы деньги. А у простых людей всегда найдется, как ими распорядиться. Булата Билкасимов, Нурбулат Исаев, Астана, Казахстан.